Я хочу прочитать стихотворение поэта-фронтовика Юрия Давыдовича Левитанского, поэта, которого хорошо знала наша семья и мой отец. У нас дома хранятся книги с его автографами. Это стихотворение сегодня нечасто звучит со сцены. Его считают слишком философским, может быть, даже страшным. Но я уверен, что сегодня, в канун Дня Великой Победы, оно должно прозвучать как предупреждение грядущим поколениям. Сегодня, когда наша историческая, культурная и духовная память переосмысляется, зачеркивается, а, может быть, даже и уничтожается. Сон о рояле Я видел сон, как бы оканчивал из ночи в утро перелет. Мой легкий сон крылом покачивал, как реактивный самолет. Он путал карты, перемешивал, и их, мешая в разнобой, Реальности не перевешивал, а дополнял ее собой. В конце концов, с чертами вымысла, смешав реальности черты, Передо мной внезапно выросло мерцание этой черноты. Как бы чертеж земли погубленной, Какой-то страшной виной, Огромной крышкою обугленной, Мерцал рояль передо мной. Рояль был старый, фирме Беккера, И клавишей его гряда казалось тонкой кромкой берега, А дальше черная вода. А берег был забытым кладбищем, Как бы окраиной его, И там была под каждым клавишем Могила звука одного. Они давно уже не помнили, Что были плотью и душой Какой-то праздничной симфонии, Какой-то музыки большой. Они лежали здесь, покойники, Отвоевавшие свое, Ее солдаты и полковники, И даже маршалы ее. И лишиной, сожженный заживо, Еще с трудом припоминал Ее последнее адажио, Ее трагический финал. Но вот, едва лишь тризну справивший, Еще не веря в свой закат, Опять рукой коснулся клавишей Ее безумный музыкант. И, поддаваясь искушению, Они построились в полки, Опять послушные движению Его играющей руки, Забыв, что были уже трупами, Под сенью нотного листа, Они за флейтами и трубами Привычно заняли места. Была безоблачная прелюдия. Сперва трубы гремела медь, Потом пошли греметь орудия, Пошли орудия греметь, Потом пошли шеренги ротные, Шеренги плотные взводов, Линейки взламывая нотные, Как проволоку в пять рядов. Потом прорыв они расширили, И пел торжественный финал, Но кое-где уже фальшивили, И кто-то в такт не попадал. Уже все чаще они падали, Уже на всю вторую часть Распространился запах падали, И с первой части просочась. И сладко пахло шерстью жженую, Когда, тревогой охватив, Сквозь часть последнюю, мажорную, Пошел трагический мотив, Мотив предчувствия, предвестия, Того, что двигалось сюда, Как тема смерти и возмездия, И тема страшного суда. Кончалась музыка и корчилась, В конце едва уже звеня, И только там, где она кончилась, Лежала черная земля. И я не знал ее названия, Что за земля, что за страна, То, может быть, была Германия, А может быть, и не она. Как бы чертеж земли погубленной, Какой-то страшной виной, Огромной крышкою обугленной, Мерцал рояль передо мной. И я в отчаянии поверженной С тоской и ужасом следил За тем, как музыкант помешанный Опять к роялю подходил.